На 5 сантиметров, то есть глубину проникновения возможного нефтепродукта. Слой за слоем исследуют особенности загрязнения почвы. Отбирают пробы в аккредитованную экспертную организацию Саратовскую межбластную ветеринарную лабораторию. Но еще до результатов экспертизы говорят, что докопались до очевидного. Присутствуют маслянистые пятна, специфический очень запах нефтепродуктов, возможно это нефтепродукты, я не могу утверждать это. В течение 10 дней будет все ясно. То есть есть загрязнение в данном участке или его нет. Именно столько времени займут исследования. За помощью к специалистам обратилась хозяйка земельного участка, которая на своем поле застала нарушителей. Они варварским способом вывозили отсюда землю, забросали мусором, кирпичами, обрывками ботинок. Масляные пятна проступили вновь. Я не могу загнать сейчас сюда техник по одной причине, что растащим по всему полю и чем же мы тогда будем кормить людей. Это уже четвертый случай загрязнения сельскохозяйственных земель. Специалисты измеряют площадь предполагаемого разлива нефтепродуктов. Она составляет почти 500 квадратных метров. И это, по оценке инспекторов, одно из самых крупных нарушений экологической безопасности за последнее время. Как только будет готовое исследование, инспектором управления Россельхознадзора будет возбуждено административное дело и приняты все меры. В том числе будет рассчитан ущерб нанесенным землям сельхозназначения. Отрывается защитная лента. Образцы почв аккуратно запаковывают в сейф-пакеты. Так пробы готовят для исследований в межбластной ветеринарной лаборатории, специалисты которой уже приступили к работе. Образцы изучат на этом приборе, который определит содержание нефтепродуктов в почве. Результаты исследований покажут масштаб экологической проблемы и станут отправной точкой в административном расследовании. Наталья Тарасова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.